Ольга Курносова нам сейчас объяснит, наш постоянный эксперт эфиров, политический аналитик, главный редактор портала AfterEmpire. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ольга. Продолжение следует видеть. Да, ну, вопрос я такой, конечно, поставил немножко с троллингом и риторически, но тем не менее, да, вот 150 тысяч вроде как Путин подписал указ, хотят собрать. Вроде как на объявление большой мобилизации он не решился. Как вы думаете, как пройдет вот этот призыв? Ну, я напоминаю, что тот указ о мобилизации, который был подписан, который почему-то назвали указ о частичной мобилизации, он не отменен, поэтому он вполне себе действует. Если они захотят еще кого-то мобилизовать, совершенно ничто не мешает им это сделать. Другое дело, что уже практически всех, кого можно, выгребли, да, и только поэтому новые волны мобилизации так слегка подутихли. Что касается призыва, я не думаю, что это будет легко, да, потому что идиотов нет, все понимают, что сегодня призыв – это возможность отправиться на войну. И сколько бы кремлевские деятели не говорили, что нет, там срочники не служат, все это ерунда. По текущему законодательству через три месяца можно уже заставить людей подписать контракт, и уже это будут не срочники, а контрактники, и их уже вполне себе можно отправлять на войну. Так что не надо строить иллюзии. Единственный способ не отправиться домой к грузам 200 – это не брать повестку, не идти в военкомат и всячески… Ну а уж если совсем ничего не получается, то хотя бы требовать альтернативные службы. Ну и просто проконсультироваться у юриста, как правильно действовать, не вести себя, как тот самый бычок, которого на веревочке привели на бойню и, так сказать, соответственно, зарезали, а потом съели. Так что собачье счастье в собачьих лапах. Надо внимательно читать, как себя вести и действовать правильно. Ольга, вот вы говорите, что всех, кого можно, уже выгребли, однако есть цифра 25 миллионов. Так оценивают общий мобилизационный ресурс или резерв в России. 25 миллионов – это все-таки еще есть запас? Или цифра некорректная? Ну, слушайте, 25 миллионов – это абсолютно теоретическая цифра всех военнообязанных, у которых есть военный билет на сегодня. Возраст, соответственно, в зависимости от звания, может заканчиваться в 65 лет, например. Так что это абсолютно гипотетическая цифра, которая, конечно же, к реальным мобилизационным возможностям не имеет никакого отношения. Более того, если мы посмотрим, от кого уже отмобилизовали, тут вот всякие цифры, там типа Москва, опережающими темпами. Ну, во-первых, мы вспомним, что в Москве мобилизовывали гастарбайтеров, в первую очередь. Во-вторых, мы вспомним, какое количество населения в Москве, и поймем, что в Москве относительно числа жителей процент очень даже небольшой. А вот в каких-то селах кое-где выгребали практически 100% мужского населения. И большой вопрос еще, кто будет вести посевную, которая вот-вот начнется в Российской Федерации. Да, и пока мы еще об этом не задумываемся, но Соловьев по телевизору об этом точно не скажет, что эту посевную вести в этом году практически некому. Так что все зависит от того, где человек живет. И в маленьких городах, и в селах ситуация гораздо хуже, чем в городах больших. А вот Генштаб российский заявляет, что где бы человек ни жил, ему может в электронном виде уже даже прийти повестка. Якобы разрабатывают такую систему повестки в электронном виде. Верите ли вы в то, что это может быть реализовано в России? Ну, на самом деле, есть же портал госуслуги, да, и, собственно, через него повестка вполне себе может прийти. Вопрос в другом. Насколько эта повестка несет за собой правовые последствия, да, присылание такой повестки? Я уж не говорю про места, которых в России тоже достаточно много, где интернета-то нет. То есть прислать-то можно, только каким образом ее получить? Ну, невозможно получить, и слава богу, что называется. Раз они готовятся присылать повестки, собственно, каким-то образом в интернете, ну, значит, товарищи призывники, отключайте свои аккаунты в госуслугах, если они у вас есть. Ну да, в первую очередь хочется спросить, кто этими госуслугами будет пользоваться в таком случае. Хотя, знаете, не факт, учитывая зарплату в 200 тысяч рублей, на которую обычно вербуют потом якобы добровольцев. Вот об этом я хочу вас спросить, кстати, Ольга. Вот как вы думаете, если мы не увидим какого-то большого, опять, мобилизационного процесса, то, скажите, можем ли мы просто его технически не увидеть, хотя он будет происходить? Это первая часть вопроса. А вторая, означает ли это, что ставка делается действительно на добровольцев, которые вот, ну, как наемные военные преступники будут отправляться дальше в Украину? Потому что просто так, знаете ли, что ли, за бесплатно Путин понял, что не выйдет? Ну, во-первых, даже добровольцев уже нет, потому что все добровольцы закончились, ну, я там не знаю когда, наверное, в апреле или мае прошлого года. Ну, так называемые добровольцы. Ну, Ольга, простите, но для кого эти борды висят? Мы каждый день видим там с призывами и агитациями эти рекламные кампании, погаси кредит и так далее. Это же как раз для них вроде? Как для кого? А вот люди, которые, собственно, рисуют эти борды, размещают эти борды, им жить-то на что-то надо? Вы говорите, для кого вы? А отчитаться о том, что идет агитационная кампания? Ну, не сагитировали, ну, не ж могла, что ж теперь сделать? Ну, мы же говорим реальный потенциал, да? Реального потенциала, может быть, и есть, но он очень небольшой. На мой взгляд, максимум, сколько еще они смогут выгрести, ну, максимум тысяч пятьдесят, таким образом, не больше. Ну, да, не густо. Ольга, и о теме поговорим, которая со вчерашнего дня является одной из основных. Убийство информационного террориста, преступника, в кавычках, военкора, татарского. Как вы считаете, вот эта внутривидовая борьба, которая обостряется, очевидно, в России, когда представители одних спецслужб выступают против других, к чему она может привести, и, собственно, сам инцидент, насколько далеко идущие последствия может иметь? Ну, мы видим, как это комментирует, например, гражданин Песков, да? Так сказать, он уже практически во всем уверен, он уже практически во всем разобрался, и кровавый киевский след у него за этим тянется, так сказать, вот совершенно для него очевидным образом. Поэтому, конечно же, не будут пытаться, вот на мой взгляд, что уже делается по той информации, которую мы видим, значит, главный заказчик находится в Киеве, да, соответствующие спецслужбы, плюс к этому пытаются притянуть фонд борьбы с коррупцией, активным членом которого является, как они пишут, вот Даша, и Рома Попкова, да, который якобы, ее якобы завербовал и, собственно, с ней типа работал. Рома уже объяснил всем, ну, а через Рому, ясное дело, там два шага уже до Ильи Пономарева, да, Рома уже всем объяснил, что это, в принципе, невозможно, потому что в России у нее находится мать и младший брат, да, но это же не означает, что спецслужбы будут это слушать, да, то есть девушка у них уже фактически в заложниках, а значит, показания будут такие, какие выгодны российским спецслужбам. Вот что они ему и напишут в этих показаниях, то она и подпишет, и то уже завтра, я уверена, будут нам транслировать все эти рупоры российских пропагандистов. Да, Ольга, ну, хочется вас спросить больше, наверное, о, знаете, это как бы мета-идея подобного теракта, убийства своего же ультрапатриота, потому что мы прекрасно знаем, что вроде как и убийц Немцова нашли, но от этого суть не поменялась, это было политическое убийство, и как бы на организаторов никто так на реальных и не вышел, и, как бы, соответственно, и смысла в этом раскрытии нет. Скажите, является ли это началом смуты какой-то, определенный разборок, вот многие с периодом 90-х сравнивают вчерашнее, произошедшее в Питере, центр города, у всех на виду? С убийством Немцова еще было интереснее. Одного из главных организаторов, Руслана Геремеева, до него не смогли достучаться, он двери не открывал. Потом он, правда, оказался одним из тех, кто организовывал все бесчинства в Мариуполе, ну, а вот когда его искали там у себя дома, там не нашли, а тут уже можно было не скрываться. Поэтому, конечно, собственно, университетская набережная, недалеко от Академии художеств, неожиданность большая. Похоже ли на 90-е? Ну, какие-то признаки есть. Что там, кто мог ее использовать в темную? Это кто угодно, по большому счету. И, соответственно, конечно же, версия будет та, которая выгодна. Почему такие разборки внутри могут быть? Ну, мы же слышали все, какие настроения царят в этих элитных кругах. Да, из разговора Пригожина с Ахмедовым все понятно. Это то, что мы услышали. Но так думают и говорят очень многие и многие. Поэтому, конечно, а уж я не говорю про противостояние Пригожина с губернатором Бегловым, про которое тоже всем известно. Так что кафе Пригожинское. Очень много может быть реальных интересантов в таком преступлении. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Действительно, будем разбираться. Уверен, что еще многих версий будет появляться в течение информационной недели. Спасибо вам за участие в эфире. Ольга Курносова была в эфире канала Freedom, главный редактор портала After Empire и политический аналитик.